Привет всем, кто к нам присоединился после обеда или вернулся после обеда. Мы продолжаем наш геймдизайн-ревью, и сейчас у нас на очереди игра Rusty Rangers. Представляет её глава команды разработки Андрей Кочнев. А разбирать игру будет, опять же, всеми вами любимый Артём Волков, более известный как Кот. Всем привет! Итак, Rusty Rangers — это своеобразный такой, как я понял, роудж-лайк платформер, где мы играем за некого космического мужика, у которого есть крутая пушка, и он умеет прыгать, бегать, и всё это происходит в какой-то новой вселенной, где мы собираем ржавые болты. Зачем-то я пока не знаю, я как раз задам этот вопрос. И это выглядит достаточно весело в определенной степени. Но, может быть, у тебя есть что-то добавить по этому поводу, Андрей? Ну, собственно, всё так. Болты мы собираем, потому что это такой немножко упадничественный мир, где детали, из которых что-то производится, уже нет возможности произвести заново, и нужно их добывать из... где-то в мире искать. Соответственно, они используются как основная валюта в игре. В общем, симулятор сбора металлолома, так и назовём нашу игру на сегодняшнем обзоре. Но давайте мы начнём в неё играть. И тут, на самом деле, не видно этой проблемы, но она существует, и на самом деле очень хочется обнять шею разработчика. По одной простой причине. Я играю с геймпада, и не продублировано управление в меню на депаде. Это очень неудобно, потому что первое, что я пытался сделать в любом меню при запуске, особенно при выборе языка, это сразу с депадом. Это моя такая вот привычка. И делайте, пожалуйста, дубликацию контролов в меню на депадах, а не только на стиках. Ну, давайте мы начнём. Вот у нас есть что-то пустое. Непонятно зачем. Это, верно, хаб вы пытались сделать. И ладно, я немножко опущу вопрос хаба. Тут у меня есть другая проблема. Это связано с мувментом. Я её сразу заметил, и это не очень хорошо по одной простой причине. Вы не сохраняете импульс во время прыжка, если я отпускаю кнопку движения во время прыжка. И это создаёт очень странное ощущение. Оно сразу бросается в глаза. Это прям не отходя от кассы, скажем так. Но давайте я побегаю немножко. Я предполагаю, что это туториал, потому что там есть целая книжечка нарисованная. Но здесь есть целый пустой хаб. Хочу заметить, очень приятный арт-персонаж. Мне он, правда, очень нравится. Это прям очень много классики. Есть вайбы мегамена. Ну, кстати, к вопросу о классике. То, что ты говоришь, что нету сохранения импульса. Это для улучшенного air-контрола, который был очень важен для 8-видных игр. А никто не запрещает хороший air-контрол? То есть лёгкий импульс сохранять, это лучше, чем вот так падать просто вниз. Опять же, вспомни классику типа Дюк Нюкема первых двух. Там тоже не было импульса. Вот это я сейчас сниму, по-моему, был, но я, может, уже не помню. Но я так скажу, мы же живем в 2020 году все-таки. И даже если мы делаем классические вайбы, нужно учитывать современное веяние в геймдизайне. Но давайте, вот мы попали в туториал. Заходишь в любую дверь, сразу попадаешь в туториал. И вот что мне не нравится в современных туториалах, которые я видел, точнее, не в современных, а на этом девгаме, это не только ваши проблемы, на самом деле. Это очень много диалогов. Диалогов там, где не нужно. Вот просто я прихожу, я хочу поиграть в игру, это новая игра, я еще ничего не знаю. Мне уже говорят какие-то там доминаторы. Я тексты все равно не буду читать. Мне нравится вот эта идея, вот, press, cross to jump. Ну, это хороший ссорил, потому что я сразу учусь, не прерывая свой геймплей. И это хорошая идея. Единственная претензия к этой надписи, у вас пиксель арт, а здесь не пиксельный шрифт. Это мелочь, но она очень неприятная, конечно же. Вот мы начинаем прыгать. Опять нас сразу прерывают диалог. Я не успел поиграть, мне опять прерывают диалог. Что мне не нравится с этими крюками? Механика хорошая, на самом деле, но нужен очень точный, на самом деле, запрыг на них. Я с этим уже мучился, я уже просто приноровился. Но иногда кажется, что я должен, как бы, зацепиться, но я не цепляюсь. Как бы, я-то привык, но кому-то новичку будут проблемы с этим, с восприятием. И, возможно, стоит как-то их еще на менюшке подсвечивать даже не стрелками, а, например, аутлайном. Это чуть-чуть приятнее будет выглядеть и чуть лучше их выделять. А, кстати, другая же проблема, нет возможности игры с депада, учитывая, что у вас всего 4 направления. То есть у вас не 8 направлений используется, а всего 4. И депад в контроле персонажа очень нужен. У него еще есть одна проблема, но я ее покажу непосредственно в геймплее, когда мы будем уже сражаться с противниками. И вот это место я не люблю, во-первых... А, не это, прошу прощения, следующее место. Окей. Опять очень много диалогов. Я вот просто иду, не успеваю поиграть, мне опять диалоги. Отлично. Ой. Вот. И вот... Проблема. Вот мы приходим к предмету, он подсвечивается, это хорошо. Но вот есть подсказка нажать кружочек, чтобы использовать предмет. Я нажимаю, но я его не использую, я не могу пройти этот туториал. Почему? Потому что я должен поднять предмет. А подсказки, что я его должен поднять? Нет. А чтобы поднять, я должен нажать треугольник. Соответственно, во-первых, надо поправить текст самого туториала. Во-вторых, когда персонаж подходит к активному предмету, его можно не только подсвечивать, но и давать простую подсказку, что можно с ним взаимодействовать по треугольнику. Вот я поднял его, мне выпали тут энергия, и я кидаюсь гирями. Это красиво, да. Не знаю, почему гирями, если честно, до сих пор. А вот это место я не люблю туториала. Почему? Потому что я должен подпрыгивать, стрелять, подпрыгивать, стрелять. Это не так весело, как кажется. Если бы вы просто сделали это препятствие сразу здесь, внизу, и я бы просто подстрелял, было бы веселее. При этом, на самом деле, такие препятствия лучше не делать, чтобы они уничтожались с нескольких выстрелов, если только это не прям очень важная часть какого-то босс-файта. Все такие разрушаемые двери, объекты лучше делать, чтобы они разрушались с одного выстрела. Например, много ящиков, потому что, когда ты разрушаешь огромное количество объектов, ты получаешь очень много кайфа от этого. Вот там, все разрушается, все такое прикольное, красивое, и я рад. Вот, теперь так же, та же проблема со взаимодействием. Окей, я нажимаю L2, ну, во-первых, не пиксель-терфик. То есть, это мне уже больно моим глазкам, потому что апскейленные не пиксель-перфект пиксели совершенно другого размера. Не надо так, это, ну, многим это не понравится. Окей, ну, дальше я не понимаю, что мне нужно делать. Вот, я вот подхожу сюда, мне опять что-то говорят. Я уже понял, что взаимодействовать с чем-то это треугольник. Но здесь опять нету этой подсказки. Опять-таки, подсказки нет, при этом депад также не работает. И на самом деле, вот в такой меню, в таком меню, вот, где я выбираю порталы, куда телепортироваться, лучше хотя бы выбирать ближайший портал для взаимодействия. Стоит, что в игрок сразу перескакивал между разными порталами. Это быстрее, комфортнее и понятнее, а не вот так вот сидеть и вот куда-то туда. Это долго, некрасиво и просто некомфортно. О, наконец-то мы прошли туториал. И прежде чем мы закончим с туториалом, небольшой момент по мувменту. Возможно, я бы чуть-чуть переработал систему прыжков у персонажа. Сделал бы, чтобы он прыгал пониже, потому что он двигается медленно и выглядит достаточно таким, ну, крупным персонажем, который не должен высоко прыгать. Единственное, что бы я тогда бы добавил в будущем, как апгрейд, это джетпак. Ему бы он подошел очень классно. Я не знаю, планировали вы лезть джетпак. Планируете или вообще? Скажи, Артем, а ты доходил до предметов уже, которые влияют на геймплей? Я пытался, но игра очень сложная. Я находил какие-то предметы юзабельные, которые вот с самого начала есть. Но пока все, я не мог понять, а про что игра. То есть это вот первая моя проблема. Вот я закончил туториал, и что теперь? Какова моя глобальная цель? Ну, мы на самом деле, насчет глобальной цели, мы немножко простоволосились. Мы делали игру про геймплей, в которой надо было проходить уровни и сражаться с боссами. А как-то обосновать это, к сожалению, не продумали заранее. И сейчас как раз у нас этап работы над каким-то сценарием, какими-то заставками. То есть этот момент, к сожалению, сейчас потуцует напротив. Вот, это как раз основная проблема. При этом у вас уровни процедурно-генерируемые, как я понимаю. Вот. И тут сразу несколько проблем мы видим. Во-первых, я не могу приседать. То есть я вот так стреляю, я не могу убить этого противника вообще никак. Я не могу присесть. Как я могу его убить? То есть мне нужно как-то вот так вниз стрелять. И это очень неудобный противник. И он меня, можно сказать, убивает. Таким образом. Хотя противник сам по себе интересный. Вот что я хочу отметить, мне очень понравились противники, так как видно, что вот просто сели и придумали классных аркадных противников, у которых есть свои как бы особенности, с которыми весело играть. Вот. Дальше проблема это вот как раз вот эти камни. Ну, сделайте простые ящики, которые быстро разбиваются. Это прикольно. Вот. Я не понимаю, почему я не могу ползать по цепи. Вот честно скажу. Очевидная же механика, что он должен как-то ползать по ней, я не знаю, используя руки. И, например, он не может при этом стрелять персонаж. Это была бы классная механика, я считаю, для путешествия игрока. Вот. Более чем справедливо. Мы слышали этот спидбэк, наверное, от десятков игроков уже, возможно, добавим. Ну, я хотел бы не слышать слово «возможно». Вот, потому что в целом мне нравится визуал, но как раз вот сейчас, как игрок, я не понимаю, а что дальше? Ну, как бы, есть процедурно-генерируемый мир. Зачем, непонятно. Потому что, если я умру, если я умру, давайте я попробую умереть. Это не так уж сложно в этой игре сделать. Вот, я умер. Я умер. Опять, гейм-овер, не надо так писать пиксель-артом. Не работайте так с пиксель-артом. Вот я начинаю опять с начала уровня. Вот есть профессор, явно из Мегамена. Опять нету подсказки, что... И он мне что-то дал. Я не знаю, что он мне дал, честно. Я не вижу. Я не знаю. Нету никакого фидбэка, что у меня есть какой-то дополнительный эффект. Вот у меня совершенно новые противники. Так как я не могу нормально убивать этих собачек, вот как всегда. Ну, я его пропущу просто, чтобы не тратить время. Вот. И все! То есть весь геймплей мы увидели. И какая проблема, на самом деле, я считаю, как раз вот нехватка идентичности игры, то есть какого-то фокуса и понимания, про что игра, вот что должен делать игрок. У меня лично складывается впечатление, что игра, по большей части... А, вот опять. Видите, как легко можно умереть. Игра очень напоминает разные классические платформеры с очень неплохим пиксель-артом. И, возможно, я считаю, было бы хорошо вам отказаться от процедурной генерации уровней. Написать простой сюжет. Самый простой сюжет. Мы знаем, что в Марио сюжет всегда один. Ты спасаешь принцессу от баузера. И потом получаешь огромный объем классного геймплея. И это, как бы, самая важная часть. Вот. И все. Учитывая, что, например, визуал у вас уже готовый, по большей части, есть, конечно, еще проблемы, я о них с вами поговорю. Но первое, что бы хотелось бы поправить, это понимание того, а во что я играю. Как бы, потому что, если брать, например, других представителей жанров, как Dead Cells, там всегда я могу найти новый геймплей, то есть каждый забег, который я получаю в среднем по больнице, он мне, например, может выдать новое оружие, новые способности, новые какие-то интересные фишки, которые позволят мне найти свой геймплей на забег. А здесь же у нас один и тот же персонаж, который делает все время одно и то же. И, ну, и, конечно же, с такой высокой сложностью это не так интересно проходить, потому что вот сейчас резко у меня очень много новых противников, и многих из них я не могу убивать по-нормальному по одной простой причине, и я не могу приседать. Мне выдают очень много новых каких-то предметов, вот, например, ключ. Да, блин. Вот. Вот как раз возвращаюсь к этим крюкам. Я сколько раз прыгал, вроде бы должен был зацепиться, а я не зацеплялся. Это не самое приятное такое ощущение. А на какие игры вы вообще, Андрей, ориентировались, когда начинали делать игру? Когда начинали делать, мы ориентировались на такого лопатного рыцаря со стритбой, в первую очередь, но потом поняли, что это немножко скучновато, контент маленькими силами делать очень тяжело, и решили предоточиться на процедурной генерации роги-лайт элементов. Ну, и как на рогалике, мы акцентировались, конечно, в первую очередь на Enter the Gungeon. Это очень странный ориентир, потому что Enter the Gungeon это топ-даун-шутер все-таки, в первую очередь. Ну, тем не менее, но у них очень интересные роги-лайт элементы, нам показалось, что скрестить их с платформером, это... Ну, я их не заметил, и давайте так скажем, я этого не вижу. То есть, я, честно скажу, Enter the Gungeon не мой самый любимый рог-лайк, в этом плане, из топ-даун-шутеров я предпочитаю Nucleotron. Но все-таки я не вижу здесь вайбов Enter the Gungeon, потому что каждый забег Enter the Gungeon я получал новые пушки, которые давали мне опять новые ощущения. А здесь я вижу одного и того же персонажа с одними и теми же наборами, с одной и той же пушкой, одним и тем же набором, там, условно способностей. И на самом деле, на самом деле, я бы больше представляю эту игру сейчас как какой классический платформер, только с процедуркой зачем-то. Я не то, что против процедурной генерации, просто, скажем так, процедурная генерация это всегда достаточно сложная тема, так как она кажется, что она даст много профита, а по итогу больше проблем иногда она может давать. Я здесь могу немножко по теории добавить. В платформерах, опять же, классических, этот Rusty Rangers очень похож, например, на Черного Плача. Очень важным элементом было выучивание последовательности челленджей. То есть игрок проходит уровень, преодолевая один челлендж на другим. Он просто выучивает, он речает тех, кто уголовок на уровне, понимает, как ее решить, и в следующий раз он ее делает не, как это сказать, не методом изучения, как ее решить, а уже на полуавтоматизме. И, соответственно, поскольку вы меняете генерацию уровня, получается, что игроку нужно успеть не только понять, как решить головоломку, но еще успешно ее решить, и сделать это со следующими головоломками до следующего, видимо, сейфпоинта. Именно поэтому генерация кажется, ну, чуть-чуть странным решением в данном случае. Но, да, опять же, да, есть просто страз не подходит. Ну, я тут еще скажу такую тему, что всего 3 хп нужны. Ну, на мой взгляд, 3 удара, это не про, скажем так, это не про роуглайк. Все-таки роуглайк, он допускает, что время жизни игрока среднее заметно выше. Поэтому там, как правило, делают именно хп, которое еще можно восстановить. Я же не могу здесь восстановить. Окей, например, если возьмем свеженький рекернл на PS5, там нету прям вот предметов для хила, как, например, там в этом, в Dead Cells, да? И, ну, там эти хилки, они все по уровню разбиты, и они таким образом стимулируют постоянное изучение пространства вокруг тебя, чтобы найти вот эти хилочки. Здесь хилок нет, всего 3 удара, и ты мертвый. Также difficulty curve очень... Ну, кривая сложность, прошу прощения. Очень задрана. Как бы, если вспомнить тот же Dead Cells, я не особый фанат Dead Cells, это классная игра, но это просто не совсем моя игра, скажем так. Там достаточно аккуратно поднимали сложность. Например, в начале всегда определенный вид противников попадался на начальных локациях. Конечно, игрок может пойти в какие-нибудь более сложные локации с более крутыми противниками, но он всегда знал, что, например, в такой-то локации обитают такие-то противники, а здесь я уже, по-моему, 4 или 5 видов противников увидел. Да, в первом уровне здесь действительно 6 видов противников, различных. Вот, ну, да, хочу заметить, что мы очень обратили внимание на то, что игроки не могут побеждать противников, в которых не могут стрелять, очевидно, за редким исключением. Вот, и поэтому сейчас у нас в работе другой персонаж, который будет стрелять чуть ниже и попадать во всем противниках. Нет, нет, это вот этот же персонаж или отдельный персонаж? Нет, отдельный, мы потому что хотим сделать 4 персонажей играбельных в состоянии много разными. Но тогда этот персонаж, вот этот, он ничем не интересен. Я не буду в него играть, потому что я не могу убивать противников. В чем его суть? То есть, с точки зрения геймдизайна, каждый персонаж может обладать каким-то, да, уникальными способностями. Например, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то может использовать, там, оружие какое-то специальное, там, тяжелое, легкое. Если я не могу каким-то персонажем убивать определенных противников просто потому, что он так стреляет, ну, я не буду играть за этого персонажа. Зачем у него? Ну, справедливо, но мы дадим ему некоторых преимуществ. Вот сейчас это единственный персонаж, поэтому пока. Сейчас конкретно у него есть, например, предмет, который на букву Б применяется, и он легко уничтожает этих противников. То есть, да... Ну, и они... Предмет заканчивается, и я становлюсь полностью недееспособным. А, таких противников много, я хочу заметить. Я понимаю, если был бы скиллшот, который был бы на КД, и мне надо было правильно его использовать. Но это даже не скиллшот. И вот проблема опять крюков. Ну, тут я... Опять-таки, три удара и смерть, это прям классика жанра. И никаких дополнительных хп, ничего такого нет. Вообще. И мы теперь еще возвращаемся к вопросу интерфейса. Интерфейс очень плохо ставится. То есть, у вас синий фон, у вас синий хп, и это находится в очень дальнем углу и достаточно мелко нарисовано. Я считаю, что вы можете спокойно увеличивать размер вашего интерфейса, при этом, опять-таки, часть этих данных вы можете закинуть под мини-карту. Куда в более крупном виде. Так как это очень важная информация, и если я на нее не могу обратить внимание, вот просто взглядом быстро увидеть, то это не очень приятно. Слушайте, а можно я уточню, что это за три синих штуки у него на спине? Это просто элемент декора, то есть, никакой функциональной особенности. А вы не хотите его в диагетический интерфейс превратить? Мы думали об этом, но не смогли придумать, как это перетирать, потому что, ну, опять же, у нас есть предметы, которые увеличивают максимум КП довольно несколько. Светом. Ну да, можно добавить разный полар-кодинг. Можно отображать не в абсолютных числах, а в процентах. Ну, мы не думали, если честно, об отображении КП в процентах. Ну, на самом деле, я не вижу здесь необходимости прям такой строгой, потому что у игрока вроде как есть места для передышки, где ему удается посмотреть в левый верхний угол. это да. Но игра очень хардкорная, я скажу так, потому что каждый удар это минус ХП, всего 3 ХП, и я опять умер, и начинаю заново. И так можно продолжать очень долго. Конечно, можно играть максимально сейвово, но как бы это не так уж хорошо. Ну, сразу скажу, что все персонажи должны иметь возможность стандартным оружием убить любого противника, независимо от того, насколько они низкие, потому что это получается очень странно, особенно если какой-то персонаж будет иметь возможность это сделать. Как бы классная идея, да, сделать несколько игровых персонажей, но я так скажу, пока вы не сделаете так, чтобы игра была проходима одним персонажем, и это было весело, не нужно добавлять нового персонажа. Потому что каждый новый персонаж это новый геймплей, это новая головная боль, это новые там способности, это чтобы надо хорошо понимать, а что должно там, как работать на нем. И это вы просто как бы не доделаете игру, вы будете делать новых персонажей, четырех, а это можно сказать, как четыре маленькие игры у вас будет внутри с новыми геймплеями, и надо еще убедиться, что каждый персонаж будет, ну, каждый персонаж валиден с точки зрения прохождения. И им можно будет пройти игру. И, честно, я бы отказался также от процедурки, как сказал Торик, очень правильно заметил, классические платформеры, да и современные хорошие платформеры, они дают игроку всегда какой-то левельный челлендж. И ты постепенно учишь этот челлендж, выучиваешь, как там, что проходить, и чувствуешь, что это постоянный рост своего скилла по мере прохождения. А такой вопрос, а процедурку у вас как строится? У вас есть набор заранее приготовленных комнат, или есть какие-то свои еще особенности? Нет, есть заранее приготовленные комнаты, их около 70 штук, из них выбирается по-моему 10-15, и из них строится уровень. Плюс в каждой комнате есть элементы, которые случайно появляются или не появляются, либо появляется один предмет из набора. Вот, например, может соспаунится сундук, может соспаунится аптечка, может соспаунится противник, или вот эта вот куча деталями. Понятно. Ну, учитывая, что у вас уже есть 70 комнат, вы очень много можете сделать из них уровней, на самом деле, вот так, если подумать. Потому что в чем проблема вот любых таких руглайков, на самом деле контент там нужно очень много, я сразу могу сказать, и даже больше, чем в классическом платформере. Заметно больше, так как там нужно это все еще и настроить хорошо, и нарисовать. Ой, прошу прощения, у меня помощница. Вот. Но если у вас есть человек, который делает целом уровне, почему вы взяли непосредственно процедурную генерацию, почему вы решили, что это для вас будет хорошо? Ну, нам показалось, что это будет интересным решением с точки зрения реиграбельности. Опять же, у нас сложилось впечатление, что очень короткие уровни получаются. То есть, если собрать все 70 уровней сейчас в одну такую кишку, то они проходят с более-менее опытным игроком. Ну, хорошо, если за 20 минут. Вы в Марио много сейчас играете? Ваша команда вообще играет в Марио? Современного, я имею в виду. Современного, но мы играли на одном из этапов. Там, конечно, море контента. Там море контента, но я хочу отметить по уровням у них. У них уровень один уровень. В целом, после изучения, после изучения, хочу заметить, чтобы стать опытным игроком, нужно потратить какое-то время. Да? В среднем уровень проходит за пару минут каждый. А у них там условно 80 уровней. Каждый мир там, смотрите, ну там условно 10 миров до 10 уровней. Вот посчитайте. Что уровня они делают? Каждый уровень, ну, реально опытными игроками, которые еще и спидранят, проходят секунд за 30 условно. То есть, там же основная фишка в чем? Пока игрок учится проходить уровень, там он потратит минут 20 на каждый уровень. в среднем. При этом будут моменты, когда ему нужно что-то новое узнавать, там исследовать, находить звезды. Конечно, контента там много, я не спорю. Но при вашем контенте вы можете собрать хорошего геймплея на несколько часов очень спокойно. Я считаю, учитывая, что, например, одна из важных частей вашей игры есть, это противники. И они выглядят достаточно уникально каждый из противников. Есть куда еще расти. Я бы здесь, наверное, к Артему добавил, что Марио, почти любой, устроен по принципу то, что мы называем бенто-дизайн. Это значит, что на каждом уровне, кстати, не так, вот первый уровень, в некой цепочке, там игрока знакомят с некой механикой, как правило, одной, максимум двумя. На втором уровне эту механику ему повторяют, плюс докидывают какие-то еще небольшие детали. На третьем уровне ему напоминают о механиках, которые он уже изучил, скажем, на предыдущем эпизоде, плюс, соответственно, новую. То есть там такая типа тема с механиками. А поскольку у вас, соответственно, рандомная генерация, я думаю, что в вашем случае это может выглядеть следующим образом. Уровни, естественно, идут один за другим по нарастающей сложности, но при этом на каждом уровне вы эксплуатируете одну, скажем, ключевую механику, плюс пару каких-то базовых. Ну, например, прыжками, прыжками, это как-то дополнительное. Понимать, когда в него надо стрелять. Торик, можешь немножко повторить, потому что ты пропал буквально на мгновение? Извини. Так вот, в вашем случае вы можете создавать каждый уровень на основе пары базовых механик, типа вот, крюки и прыжки, добавляя к ним какое-то ключевое, например, учиться общаться со стреляющими грибами. На следующем уровне вы можете, скажем, убрать грибы, убрать крюки, но добавить, не знаю, какие-то летающие бомбы и другого противника. И так далее. То есть, по сути, каждый уровень это комбинация из разных челленджей и как-то уровень научить игрока сражаться превосходить челленджи, как бы это сказать, короче, вне зависимости от того, как сгенерировался уровень, да? То есть, мы учим игрока не проходить уровень целиком, а мы учим его оверкамить, блин, дурацкое слово, извините, короче, преодолевать, преодолевать, да, челленджи вот именно вот в этой комбинации. Да, на самом деле разумно и мы придерживались такого подхода. Вот у нас сейчас в игре четыре уровня, и вот если в первом уровне базовые механики это крюки и прыжковые грибы, мы учим игрока в первую очередь взаимодействовать с крюками. Вот, то, ну, и чуть-чуть иногда включаются вот поршни, какие-то там другие механики, типа, выдвигающие из пола шипов, то на втором уровне у нас появляются лазеры, пушки, стекулярные пилы и там оно добавляется некоторого образа в этом смысле. Ну вот, и получается, что... Соответственно, оно развивается дальше. Просто получается, что вы каждый уровень накидываете много механик, да, то есть вы сразу игрока начинаете когнитивно загружать, типа, а вот тебе пушка, научись с ней обращаться. И потом, в рамках того же уровня, вот тебе еще одна пушка, научись с ней обращаться. Я бы все-таки торопил на более, как это, большие куски контента, я имею в виду, чтобы осваивать механику, давать игроку больше времени и возможностей для осваивания с одной конкретной механики. Да, я тут с ториком согласен, потому что в игре вроде бы много всего вы пытаетесь сделать, но это все выучить очень тяжело, учитывая, что там иногда меня забрасывают просто всем, чем только можно. Тут вот противники, какие-то... Кстати, возьми отличку, используй предмет, это может быть... А я не могу ее взять? на... Так, а вот теперь сможет. Там обводка, видимо, сломалась, это уже бага. Вот, я использую, у тебя восстановит здоровье. А я что-то... А, у меня энергии нет, чтобы ее использовать. Эх. Вот, и тут, кстати, вот вопрос к энергии, а нужно ли ее сделать, потому что тогда ломается вся фишка вот этих используемых предметов. И, например, если хочется сделать очень много используемых предметов, я бы сделал это как раз в свежем ретернл неожиданно. Там есть тоже расходники, которые ты находишь сугубо на уровнях. И у них просто единичное использование всегда. Но их можно, например, стакать один тип расходников, можно стакать сколько угодно раз. Ты там подострал и используешь. Это, мне кажется, очень удобно и понятно, потому что сейчас да, у меня есть аптечка, где я энергию возьму. Зачем мне эта аптечка? Ну, как бы... А энергию надо восстанавливать, надо искать предметы. И мне уже неинтересно их использовать. Потерялся интерес именно работать с аптечками. Ну и самое главное, до сих пор не было возможности потратить ржавые болты. Это не очень интересно. Ну, как бы... при этом болты мне сразу напоминают серию Речет и Кланг, которую я в целом люблю. И я не могу что-либо использовать в этом плане. На самом деле, вот, кстати, по поводу персонажей и так далее, вот, на вашем месте я бы даже не несколько персонажей сделал, а сделал бы несколько разных интересных пушек. Да, именно для одного персонажа. Это будет дешевле, но давать куда больше, так сказать, будет сильнее влиять на геймплей и ощущение от игры, так как игрок будет подбирать оружие под геймплей, и оружие могут быть как раз ярко выраженные свои, так сказать, сильные и слабые стороны. Что-то стреляет чаще, наносит меньше урона, какой-нибудь шотган, который стреляет на короткую дистанцию несколькими пулями, там, какое-то оружие нужно поддерживать, чтобы урон наносить, и так далее. Вариантов очень много. Это будет чуть дешевле, чем делать нескольких персонажей, так как не надо рисовать дополнительных персонажей, спрайты, анимации, это все вместе делать. Вот. Ну и, как я уже сказал, я бы добавил в какой-то момент, чтобы персонажу дали, ну, чуть ниже прыжок, но потом дали джекпак, джетпак. Джетпак это весело, особенно, если у него будет просто там энергия, которая тратится и восстанавливается со временем, это как раз даст более интересный в будущем особенно траверсал, то есть путешествие по уровню, так как будет с чем-то веселым поработать. Вот. Как-то вот так, если говорить про персонажа. Звучит разумно, единственное, вот мы не знаем очень сильные сомнения возникают, потому что хотелось сделать несколько пушек, но у нас одна из фишек, что в игре достаточно много предметов и они конвертируют, комбинируются по принципу каждое с каждым. Есть предмет, который вылечивает снаряды, который делает снаряды под два выстрела, делает их взрывающими, делает их самонаводящими, например. И вот вся фишка, что все эти предметы, они могут комбинироваться или создать супер уйду вообще. Ну и пусть, а в этом-то и фишка любого на самом деле фишка любого рогалика. Если вспомнить Аида, да, у Аиде есть такие билды, когда ты приходишь в комнату, делаешь пару выстрелов из лука и все разлетается просто на куски, и ты получаешь с этого кайф. Но чтобы собрать такой билд, ты должен быть очень удачливым человеком. И это нормально, то есть иногда хорошо, когда у игрока есть возможность получить имбу. Просто не должно быть такого, что он ее получает сто процентов всегда. Вот и все. И тогда и будет кайп вот этих всех рогаликов суметь попробовать сделать что-то прикольное. Вот собрать вот прям полноценную какую-то имбу и кайфовать с этого. А иногда получить что-то очень странное, что не будет работать как он хочет. Тут вопрос еще ограничений, конечно же, так как чтобы не было совсем какой-то мега, так сказать, имбы, нужно давать какие-то очевидные ограничения, чтобы игрок не мог собрать все одновременно. Например. Ну, банально, оно может просто все не выпустить. Конечно. В Аиде там есть ограничения на количество, максимальное количество гунов, которые может игрок себе взять за время забега. Я не помню. Ну, там их достаточно много все равно и можно получить имбу и можно получить интересный геймплей. Но для этого нужно еще быть очень везучим в плане буна. Особенно, когда нужно Артемис на крит. геймплей кроме того, вам никто не запрещает давать в геймплее, что какие-то вещи будут давать плюсы и минусы. Да? Это тоже, если вспомнить... есть такие. Вот, например, там у нас есть взрывающиеся патроны и они, если стрелять в себе, наносят урон игроку, но при этом они имба с точки зрения урона по противникам. Вот. Это тоже нормально. Вариантов много, это опять-таки добавить элементальный урон. Опять-таки, как в Аиде сделано, что есть разные боги, у них разные типы урона. И это, я считаю, хороший вариант тоже. Вот, еще момент, чтобы я бы добавил все-таки по выпадающим этим болтам, чтобы они, их игрок примагничивал к себе все-таки. Вот они сейчас куда-то туда падают. Специальный предмет. Я бы сделал этот предмет, который бы просто увеличивал, например, дальность этого притягивания или притягивал... Да, 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 просто притягивание, оно всегда приятно ощущается, очень приятно ощущается, когда это все в тебя летит, и ты такой, о, блин, прикольно выглядит. Так как, опять-таки, у вас игра, она, ну, они красиво выпадают, но они могут выпасть куда-то очень неудобно. И, как бы, в том же ретернале так и сделали. Там как, ты убиваешь противника далеко, они выпадают как бы, противника, тебе нужно подбежать. Альтернативный вариант, например, там так, как они, например, стимулируют более агрессивный геймплей для игрока. Вот их валюта, которая выпадает с противников, она не просто лежит сколько угодно времени, она лежит очень ограниченное время, и игроку после убийства каждого противника надо к нему подбегать, чтобы подобрать все, иначе она исчезнет, и он останется ни с чем. Это альтернативный конечно вариант, но я считаю, что вам это не особо нужно. В целом, у вас и так все хорошо в этом контексте. И вот опять умер. Очень хардкорно. Вот, кстати, интересно, мы планировали кривую сложности так, чтобы игрок где-то за полтора-два часа научился проходить первый уровень. И вот по прогрессу, который я вижу у тебя, он примерно совпадает с игроками на плейтестах. То есть, я не могу сказать, что ты играешь сильно лучше или сильно хуже, чем средний игрок. И это, ну, действительно то, что мы задумывали. То есть, с этой точки зрения, можно ли считать, что задумка не очень или слишком сложная. Потому что я заметил, что у нас на плейтестах опять же, игроки не уходили. Они все говорили, сложно, мы не будем играть, играли час-полтора. Буквально. Ну, она и правда слишком сложная, при том, опять-таки, как я уже говорил, основная, тут есть две проблемы, которые, вот, делают игру слишком сложной. Это то, что я не могу приседать и убивать низких противников. Ну, то есть, это просто мне их проще скипнуть. Во-вторых, вот, у вас есть еще неконсистентность в сложности самих комнат. Вам нужно, я считаю, в процедурке учить дать каждой комнате параметр сложности, который вы предполагаете, какой у нее есть, и не давать в самом начале комнаты, где очень много джамп-хвестов, при этом достаточно сложных джамп-хвестов. И да, на самом деле, ровно это висит в баклоге на конец лета примерно. То есть, у нас сделаны комнаты действительно разные сложности, они уже пронамаркированы, но пока выдаются все вместе. То есть, это действительно очень справа выглядит. Но у меня вот вопрос к тебе, как считаешь, что мы, вот, я играл в рогалик в портшпрингер, и там есть такая тема, что я прохожу первый раз первого босса, а он мне выдает новые комнаты. И мне резко становится сложно, я вроде только научился, и потом упасть, мне новую порцию контента, которая сложнее, мне отступнет и это пять игр. Смотря как это сделать, я так скажу, вот возьмем тот же Returnal сейчас, давай вот его возьмем, потому что он у меня свежий, да, в воспоминаниях. Это достаточно сложная игра, я бы сказал. Она не то, что ультра-хардкор, она требует понимания, что ты делаешь, то есть там очень хорошо настроен челлендж. Первого босса я, по-моему, прошел с третьего раза, когда понял, как у него что работает, какие у него мувсеты, и они настроили кривую сложности так, что когда ты приходишь в вторую локацию, открываешь после первого босса и можешь туда уже путешествовать свободно, сложность там немножко повышается, но не настолько сильно, чтобы ты вообще все у тебя там плохо было, но ты чувствуешь, что да, сложность повысилась, там появляется новый противник, который дает жару в какой-то момент, и он становится таким прям мини-боссом, чтобы его пройти, надо очень постараться, чтобы все было хорошо в этом плане. Опять-таки вспомним Аида, да, первый босс, Мегера, она, ну, первый раз, когда ее убиваешь, она кажется очень сложной, но переходишь на второй, ну, на вторую локацию, и она тоже сложной уже кажется, посложнее, чем первая, но не настолько, чтобы было все плохо, то есть тут вопрос, насколько все сложно, потому что вот это понятие сложности в играх, оно всегда очень размытое, сложностью можно назвать все, что угодно, и как угодно, то есть основная сложность сейчас здесь именно то, что нету вот этой плавной кривой сложности, когда я постепенно знакомлюсь с игрой. и опять-таки здесь нету вот ощущения вот этого рогалика, я здесь даже запрыгнуть не могу, почему-то. А, вот теперь можно. Ну, если вспоминать там о Ваиде, я каждый забег мог выбрать оружие, там, открываю новое оружие и получаю новый геймплей. В Dead Cells мне выдают рандомное оружие, и я опять могу получить что-то новое с точки зрения геймплея. Ну, и по дороге я нахожу опять новое оружие с новыми трейтами и получаю новый геймплей. Там, в Returnal мне, конечно, на старте дают пистолет, но почти сразу там, через некоторое время я нахожу ящик с оружием и получаю новый геймплей. И это как раз одна из важных фишек современных рогаликов, что каждый забег ты можешь получить какую-то новую геймплейную ситуацию, в связи с комбинацией разных аспектов игры. Комбинация основного оружия, комбинация второстепенного оружия, там, комбинация каких-то дополнительных способностей, которые можно получить и так далее. Ну, здесь же речь о балансировании между билдом, который мы собираем детерминированно еще до начала партии, до начала забега, и тем, что собираются в процессе игры. в тех же современных рогаликов встречается такое, что старт у тебя всегда голый персонаж, а все, что встречается, уже нужно ходить по ходу игры. Да, но вспомним опять-таки Аида. Фактически, все, что я выбираю на старте, если мы говорим не про о голубой, ну, когда-то много прошел, получил разные там уже фишечки, все, что мы выбираем на старте, это оружие и тринкет, и, ну, питомец потом уже, когда... зеркало, это прокачка, это немножко другое. Зеркало мы... Ну, там, там выбор, что между двух. Да, там есть выбор, но в целом ты его меня... ну, ты находишь самый оптимальный для себя, самый, который тебе нравится и его используешь постоянно. Но... Но зеркало, оно не имеет настолько большого влияния, как выбор между щитом, мечом, копьем, луком, когтями и оружием, ну, пушкой. Они влияют максимально на то, как ты будешь играть в вашу, свою игру. Ну, да, в этом плане вот АИС оказался максимально детерминированным с точки зрения вот стартового билда, то есть мы там собираем все на старте до начала игры, а потом, ну, все остальное уже создал такие примочки. Нет, ты... Я тут не согласен, как раз-таки на старте мы просто выбираем, что именно мы хотим использовать в рамках забега. Но мы не определяем наш геймплей. Геймплей определяют буны, которые мы находим, потому что геймплей условно за Артемиду, геймплей за Ореса или, например, за, там, не знаю, Посейдона, он очень разный может получиться. И, скажем так, решение, которое ты принимаешь во время боя, очень сильно зависит от пугнув, который ты получаешь. Вот, но это мы про Аиды говорим, немножко вернемся к твоей игре. Вот, да, вернемся к твоей игре, вашей, точнее, твоей команды. И вот как раз вот чего-то такого не хватает вот со старта. То есть нету понимания, а что здесь от рогалика, кроме процедурной генерации из разных комнат? Вот, мы вот, смотрите, здесь в качестве решения такого, ну, временного, наверное, добавили профессора, который шанс там 20% появляется в начале, и если игрок там долгое время проигрывает, то рано или поздно ему выпадет какие-нибудь прикольные предметы. 20% это не так интересно. Ну, как бы, я вот каждый раз начинаю, умираю, и одно и то же. Одно и то же. Поэтому это становится слишком уж скучно. Прям одно и то же. Ну, опять-таки, да, есть, например, Returnal, в котором ты начинаешь так же. У тебя пистолет, ты встаешь около корабля, пистолет, идешь сражаться. Но там динамика получения новых предметов очень быстрая, так же, как и в Dead Seltic, если вспомнить. Да, тебе кузнец выдает новое оружие, сразу. Но ты его меняешь буквально через минуту после того, как заходишь в первую комнату. Так же должно быть. Игроку нужно показывать, что вот сейчас он получит что-то новое. и это основная проблема, почему вот, например, я и Торик, мы воспринимаем игру больше как такой вот классический платформер, так как ничего не меняется. Тут нету того, чтобы показала, да, мы вот рогалик. а вот скажи, что думаешь в таком моменте вот мы в плане рассматриваем варианты сильно уменьшить уровни. То есть сейчас там генерируется 10 примерно комнат именно с препятствиями вот игровых и еще две комнаты с патуками, комната с магазином и одна комната со специальным событием. Вот. Что если уменьшить, например, количество компаний препятствий с 10-12 до 50? Я думаю, сейчас ничего не изменится, потому что проблема-то не в размере. Проблема именно в кривой сложности, что на игрока скидывается очень много механик, многие механики скрытые никак нормально не обучаются на старте сразу же. и я не чувствую этот размер. Ну, потому что, опять-таки, мне сложно сказать, а что если вы уменьшите, ну уменьшите, уменьшите, а то, что я не могу убивать некоторых противников, потому что они низкие, и то, что я не получаю никаких новых фишечек в игре на старте, ну, да, это факт. И размер уровня не исправит эту ситуацию, я считаю. Артем, я подозреваю, что наше время подходит к концу. Да, да, наше время подходит к концу, и будут ли какие-то дополнительные вопросы, комментарии, может быть, там... наше время обсудили, то есть, надо поблагодарить за ценный фидбэк, действительно, есть вещи, которые новые, которые мы не рассматривали, не слышали от игроков, но... вернемся, с DevGamma, будем работать над этим. тогда большое спасибо, что пришел и уделил время для того, чтобы, так сказать, присутствовать на ревью игры. Для меня это очень важно, Торик знает. И всем большое спасибо всем присутствующим, кто смотрит данную запись, и уже скоро начнется сессия вопросов и ответов вместе с разработчиком. Большое спасибо, Андрей. Действительно, сейчас посмотрим, есть ли вопросы, и будем на них отвечать.